всем привет сегодня будем разбирать основы фрирайда для новичков ответим на самые часто задаваемые вопросы поймем что нужно уметь делать перед тем как лезть в пухлый снег вообще будет много советов чтобы вам правильно стартануть в фрирайде лет со мной произошла неприятная история в начале сезона я сейчас еду как раз по тому же маршруту что и в прошлый раз это шерегеш путь курумнику в этом месте много больших камней которых в начале сезона как следует не присыпает и это может привести к очень неприятным ситуациям одну из которых хочу показать вам сейчас вот корсель на легкаре провалился просто увидим стоял там жопой за да да это 6 история максимально интересная чуть-чуть зарылся сел на жопу вон вот в той части наверху и на жопе меня как стащила вниз в мою новую берлогу всех приглашаю на глинтвейн смотрите сколько места первое с чего решил начать это ответы на самые часто задаваемые вопросы позвал своего кореша константина узкого он сертифицированный гид инструктор категории b кататься на сноуборде 15 лет он будет сегодня помогать нам отвечать на ваши вопросы готов да первый вопрос который у нас есть это как вставать как откапываться когда упал в пухлый снег вот все ты уже сидишь на жопе вокруг до хрена пухлого снега чё тебе делать ты-ты-ты-ты-ты упали пухлый вот так когда мы пытаемся встать руки проваливаются делаем разворот встаем на передний кант и поехали да ребят смотрите что происходит когда мы встаем на вы футболку пацан тебя засосало вот в это деньги ребят можно спокойно либо провалиться целиком либо повредить ногу поговаривают что именно это называется шире герской щелей поэтому всегда на куломах передвигаемся на коленочках второй вопрос как проезжать лес как маневрировать первое самое основное в катании в лесу это контроль скорости и выбор траектории как мы выбираем траектории если мы смотрим вниз у нас достаточно крутой уклон и много деревьев прямо не нужно ехать ребят мы всегда выбираем линию с вами в диагональ либо влево либо вправо то есть выбираем безопасную линию по которой мы не сможем набрать сильную скорость и соответственно если в случае набора большой скорости мы сможем спокойненько остановиться заезду наверх ребят не надо смотреть на деревья не надо смотреть на сноуборд лучше смотреть туда куда вы хотите приехать вперед он туда да вот траекторию выбрали как только фокусируйтесь на каком-то предмете у вас сразу тело в ту сторону начинает поворачиваться и вы с ним воссоединяйтесь как две половинки и у нас третий вопрос как не закапываться при торможении вот когда тормозишь постоянно люди падают тратят максимальное количество сил вот что делать какой-то лайфхак дай самая основная нас ребят ошибка при торможении в пухлом снегу это то что у нас прямые с вами ноги центробежка вас догоняет вы цепляетесь за снег и падаете головой вниз чтобы этого не происходило при торможении во-первых нам нужно сделать торможение в диагональ уйти в поворот и при торможении немножечко присесть самортизировать вот это наше торможение и тогда не будет падение вперед через голову все я уже умею тормозить не уже не вставать я уже умею проезжать лет я готов ехать по фирайд сейчас самое время как раз идти на трассу и учить технику потому что без техники во фирайде делать ничего что нужно умеет делать новичкам на трассе чтобы они могли попробовать на фрирайд расскажи нам далек смотри я провожу школы для новичков и я самое основное то что должны делать новички это правильная стойка и разгрузка вверх разгрузка вниз это самая основа для катания нет раз а если человек уже более такого продвинутого уровня что он должен уметь слушать для продвинутых мы уже делаем это спидчеки хоккей-стопы стабильный корпус короткие повороты и так далее тому подобное то есть там большой список вещей которые позволят вам продуктивно и безопасно кататься нет раз основная стойка во фирайде корпус развернув сторону движения задняя нога загружена но при этом плечо наклонено вперед катаясь пухлом снегу это позволит нам контролировать доску и не зарываться потому что большинство новичков держит корпус вот так это неправильно пропадает контроль над доской и вы падаете у вас корпус должен быть вот здесь чтобы этот поворот сделать быстро и динамично если вы вот так отсажены вы пока вес туда перенесете уже . там этот поворот закончится вы все проспали вы уже головой вниз там сугробе летите поэтому стойка одно из самых важных вещей во фирайде ладно а что там техника это катание господи давайте уже попробуем это поехали вопрос который интересует многих сколько времени есть вот в лавине чтобы ну чтобы жить дышать чтобы человек откопать живым да и там смотри смотри идёт стоим что должно быть у фрирайдера в рюкзаке сейчас костя нам покажет самый основной рюкзаке это лопата это щуп биппер он всегда должен быть у вас на теле помимо этого у всех участников группы должна быть рация для связи у меня как у гида еще дополнительно есть вот такой набор веревок с карабинами чтобы можно будет достать пострадавшего из какой-нибудь ямы и конечно же аптечка чтобы оказать 1 медицинскую помощь тут самое главное вы это если даже купите до упакуете рюкзак с лавинным там а б с рюкзаком по сути толку нет ну вот как дать мартышке какой-то телефон фотографом она не станет невероятным то есть всем этим нужно учиться пользоваться нужно проходить лавинную подготовку тренироваться в поиске соответственно каких-то целей по бипперу чтобы вы могли и найти человека и откопать просто откопайте правильно копать лопатой работать щупом это не просто слова то есть реально едой только алгоритм поиска человека лавини по которому можно очень быстро откопать пострадавшего сейчас мы посмотрим как это все происходит за секли время было 50 минут уже две минуты прошло ребята уже приближаются 06 у меня да у тебя не лопата должен быть а щуп макс щуп 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 все бипперы уже не нужны можете закинуть только вот макс еще не нашел 08 07 ой го себе бревнот копали случайно это восемь минут вы искали не очень хороший результат вот пациент может бежит поможет быть во сколько надо укладывать минут и минут 7 минут это вот максимальное такое среднее время которое нужно откопать если у человека откопайте за четыре за пять минут это будет вообще перфекта больше десяти минут это уже тоже глубокий сон на вечность короче вывод который я делаю нужно тренироваться половинки нужно катать технику мы с костяном катается очень редко потому что он постоянно проводит школы он постоянно в шерегеше в сочи и где ты еще бываешь только там очень шерегежда у нас школу здесь проходит основном по шесть дней а вот и за эти шесть дней я пытаюсь дать информацию людям вот все то что мы сегодня с тобой проходили техника лавинная подготовка чтение рельефа выбор линии вот и соответственно катание по таким сложным спотом чтобы люди уже понимали что это не только бескрайние поля с паудером да еще вот курумник лес за каждым бескрайним полем стоит любопытный курумник чаще всего так бывает к сожалению у нас нету гор которые просто в виде полей рано или поздно вам придется с этим столкнуться пишите костяну вот здесь будет его нельзя грамм до нельзя грамме сидит да у него есть график школ если пишите он вам все подскажет расскажет взрывайте курумник правильно так вот мы сейчас подъезжаем к лесу и у нас есть с тобой две читаемые линии по которым можно проехать то есть эта линия с траверс налево видишь прям коридор утром идет коридор и вот соответственно это более безопасная линия по которой мы не наберем большую скорость и соответственно там есть читаемое место где можно будет перекантоваться и вернуться уже на нашу линию куда мы соответственно запланировали есть вторая линия 2 линия более быстро она идет тоже прямо вы сами видите да но вот за эти 10 метров и набирать очень большую скорость соответственно дальше у нас камень непонятный рельеф за камнем набрав скорость мы не сможем возможно затормозить вылететь с камня это врезаться в дерево соответственно выбираем более безопасную линию едем по ней гол да и здесь 1 вот соответственно мы сразу здесь прочитали рельеф за камнем увидели после поворота какой рельеф и дальше он уже более безопасный читаемый видишь мы про уже объехали в траверсе и опять чуть-чуть правда сюда сползли по маршрут у которой просматривается ну вот например давайте сейчас вот мы стоим здесь как отсюда например мы можем поехать смотрите читаем рельеф у нас есть здесь большое бревно через которое мы точно не проедем и соответственно есть линия направо с контур уклоном наверх соответственно что это значит если мы поедем наверно и будем ехать дальше мы встанем соответственно мы проезжаем траверс направо и делаем повороты возвращаемся объезжаем это дерево и уходим дальше в траверс да потому что движение по такому густому лесу только в траверсе в диагонали и больше перекантовок я справился есть такое понятие как чтение рельефа как выбор линии мы забрались самый какой-то лоб непонятно в каких курумах находимся как оценить ситуацию вот такой ситуации самое первое что нам нужно ценить это то что у нас есть здесь курумник и есть тактический горизонт за которым ничего не видать соответственно мы должны аккуратно двигаясь по курумнику остановиться в начале вот этого тактического горизонта и уже оттуда оценить обстановку тактический горизонт ребята это то место после которого нифига не видать вот если так присесть вот там пупырей и после них непонятно шо там обрыв медведь река или камень а может быть все сразу медведь который сидит в реке вокруг камень понимаете да поэтому нужно сбрасывать скорость заранее чтобы вы в последний момент уже там не поняли куда вы там летите да там уже будет поздно с этого места уже читается у нас перегиб и мы уже понимаем что за ним да а у нас тут жопа медведей нет камней в принципе не так много но там хорошая линия игорь сейчас вот ехал сверху и проехал мимо следа чуть-чуть левее но у нас слышите здесь лед а чуть дальше у нас начинается речка соответственно ему очень дико повезло что он просто-напросто ли очень легкий и не провалился потому что провалиться здесь на изи это одно из наиболее опасных мест шерегеша это ручьи потому что они скрываются вот так под снегом их зачастую вообще не видать то есть образуется корка сверху насыпается снег но сам ручей он не замерзает и люди падают в эти ручьи и даже тонут ребят были случаи когда люди тонули в этих ручьях поэтому будьте очень аккуратны можно вот так оценить и сразу у нас видно крутые стенки оврага да и соответственно углубление низина вот в этой низине зачастую текут эти ручьи поэтому будьте очень аккуратны не заезжайте никогда в такие низины хотелось этим видосом сделать ваше катание более безопасным и менее травматичным всем желаю объективно оценивать свой уровень катания чтобы сохранять контроль над доской и разумом и конечно же получать удовольствие всем пока